Мы исправно платим по счетам, но не можем рассчитывать на элементарные вещи. Заваленные мусором контейнерные площадки, сломанные травмоопасные детские комплексы, разрушенные тротуары и фасады, сорняки по пояс, отказ от выполнения ремонтных работ, удаление счетов собственников из системы ГИС ЖКХ, изъятие общедомового имущества, пожарных рукавов, камер видеонаблюдения. Такое видеообращение совсем недавно отправили жители квартала Мичурин Парк в прокуратуру, где пожаловались на ненадлежащую, по их мнению, работу управляющей компанией ООО ЖКИ. Правоохранительные органы сразу же поручили провести проверку. Но, добавляют люди, у них остаются опасения, что действующий УК это не помешает остаться на месте. В июне жильцы уже проголосовали за переизбрание новой, дружественной им УК, это ТСЖ Мичурин Парк, набрав 60% за, на что ЖКИ инициировало свое переголосование. Пока инспекция строительного и жилищного надзора не внесла дома в реестр лицензии, избранную УК Мичурин Парк, ЖКИ инициировало новое голосование, якобы собрав 99 голосов собственников. Мы уверены, что результаты голосования фальсифицированы. Жильцы уже выразили свою волю, сказали о том, с какой управляющей компанией они желают идти дальше, и поэтому данное голосование было очень странно видеть. Управляющая компания разложила бланки по ящикам, и вот все время, когда проходило голосование, эти бланки там и пролежали. То есть, в принципе, из этого следует, что никто за ЖКИ не голосовал. И когда опубликовали результаты, люди были шокированы, увидев там не свои подписи. Вот наш подделанный бланк, никаких реквизитов на собственность. Далее идем, вот она, подделанная подпись. Давайте сравним, какая у хозяйки данной квартиры. Люди стали обращаться в краевую прокуратуру. Там нас приняла женщина, ну там один кабинет для приема граждан. Была очень удивлена, она почему-то подумала сначала, что это какой-то, ну, единичный случай, когда я сказал, что там это тысяча-полторы бланков фальтификации, она была очень удивлена. А кто-то даже удивился ошибкам в написании имени в бланке. Квартира, конечно, моя совпадает на бланке, но указано ни мое имя, ни мое отчество. Я Татьяна Анатольевна, здесь какая-то Анна Викторовна проголосовала, за них за. Поэтому здесь не только как бы подделали мою подпись, здесь, в принципе, весь документ можно считать недействительным. Мы сейчас верим, как я расписываюсь и пишу вообще. Подпись однозначная. Ладно, если там фамилию, можно за меня написать. Юристы рассказывают, подобных случаев в их практике немало. Только по индустриальному району рассматривается более 10 аналогичных дел. Но в настоящий момент не существует единой правовой практики по их решению. Куда тяжелее добиться возбуждения уголовного дела. Ведь того, кто, возможно, поставил чужую подпись, найти практически невозможно. Зачастую невозможно просто-напросто установить лицо, которое это сделало. И, наверное, это делают не сами управляющие компании. То есть, наверное, есть некие граждане настолько смелые, которые готовы такого рода услуги, в кавычках, оказать заинтересованной управляющей компанией. Но на сегодняшний день это не закончилось приговором суда, и не закончилась передача дела уголовного дела в суд. И даже, насколько я знаю, и уголовные дела-то не возбуждены. То есть, это вот все на стадии доследственной проверки остается. Также, подчеркивают юристы, в тупик зачастую заходит и почерковеческая экспертиза. У многих простая подпись, какая-то просто небольшая. Соответственно, элементов мало, исследовать очень мало материала остается. И тогда это называется в профессиональной среде НПВ. Не представляется возможным однозначно высказаться. Но в данном случае, добавляют эксперты, необходимо брать массовостью. Не бояться доказывать, что подпись не соответствует настоящей. Активно давать показания и участвовать в проверке. Добиваться, не бояться, идти до конца. Требовать от органов внутренних дел возбуждение уголовных дел, проведение проверок. Мы обратились в управляющую компанию. Они пообещали в ближайшее время предоставить нам свое видение этой ситуации. И отметили, что готовы уступить место новой УК, если жилищная инспекция примет соответствующее решение. Мы будем следить за развитием ситуации. Мария Мацаева, Владислав Ковалев. День с толком.